Накануне целый блок вопросов на ежедневном брифинге по коронавирусу касался вакцинации и от коронавируса, и от сезонного гриппа. Отвечала на них лично руководитель Департамента здравоохранения области Наталья Зубарева. Ей слово. У нас уже сегодня вторым этапом начали прививаться медицинские работники. У нас уже главный врач областной инфекционной больницы с утра сегодня такую прививку себе второго этапа сделал. Как только у нас появится информация от Министерства здравоохранения, как эта работа будет организована с регионами, естественно, мы в нее включаемся. Мы ждем по предварительной договоренности второй транш вакцины, которую осваиваем сейчас, и готовы будем тоже к ее использованию. Приобретены специальные холодильники, специальные контейнеры для транспортировки этой вакцины, то есть она требует особых условий хранения. Там должна соблюдаться холодовая цепь, это 18 градусов, никоим образом не выше. То есть здесь очень серьезные условия к ее использованию, но в регионе мы готовы к этому. Это люди, которые относятся к категориям риска, это люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Это дети все без исключения. То есть прописан целый контингент людей, которых мы обязаны и прививаем бесплатно за счет средств федерального бюджета в первую очередь. И определенный объем вакцины приобретался за счет областных средств также. Работодатели, они либо за счет собственных средств, либо за счет каких-то иных источников приобретают вакцину для своих сотрудников. Обязательным требованием для них это не является. На территории нашего региона сознательность самих работодателей, хозяев экономических субъектов, она достаточно высока. И мы каждый год имеем хороший процент вакцинации среди работающего населения. И в прошлом году это помогло нам пережить эпид-сезон, не превысив порог заболеваемости. Активно работодатели приобретают вакцину и прививают своих сотрудников. Для нас, конечно, это очень большая помощь, потому что мы должны выйти на 60% вакцинации против гриппа всего населения.